Из получений Святаго Иоанна Златоустова на книгу «Деяния апостольских» Будем не просто читать Писание, но изучать и назидаться, Ведь ничего не написано напрасно. Великое зло не знать Писаний, Отчего бы следовало получать пользу, оттого мы получаем вред. Так часто лекарства, имеющие по природе целительную силу, Когда употребляющий их не умеет хорошо пользоваться, Ими приносит вред и расстройство, И оружие, которым можно защищаться, Для того, кто не умеет обращаться, с ним служит во вред. А причина это, что мы всего прочего ищем больше, нежели пользу душевной, И больше смотрим на постороннее, нежели на свою истинную пользу. О прочности дома мы часто заботимся, И не потерпели бы видеть, как он ветшает, Обрушивается и повреждается от бурь. О душе же нисколько не заботимся, Но хотя и видим, что основания ее, И самое здание, и кровля разрушаются, Не прилагаем никакого попечения. Также, если имеем скот, То стараемся об удобствах для него, Нанимаем и конюхов, и коновалов, И все силы напрягаем, Заботимся о помещении, Внушаем приставникам, Чтобы они не гоняли его без нужды и как попало, Не клали на него излишней тяжести, Не выпускали безвременно среди ночи, Довольствовали пищей, И много устанавливаем правил касательно ухода за бессловесными животными, А у душе нисколько не печемся. Ну что я говорю о животных, полезных для нас? Многие держат маленьких птиц, Которые не приносят никакой пользы, А только забавляют. И касательно их, Есть у нас много правил, И ничего не опущено и не забыто. Обо всем мы заботимся больше, Нежели о самих себе. Так мы сделали молодцы, И не всего. Если кто в обиду назовет нас псом, То мы оскорбляемся. А сами, без слави себя ни словом, но делом, И не прилагая попечения душе, Даже столько, сколько о псах, Не чувствуем никакого огорчения. Видите ли, Как все у нас покрыто мраком, Как многие заботятся о псах, Чтобы они не были накормлены более надлежащего, Чтобы они были быстрые и пригодны к охоте, Побуждаемые голодом и жажду, А о себе самих не заботятся, И не стараются обуздать свое сластолюбие. Бессловесных научают любомудрию, А себя допускают не сходить до дикости животных. Это кажется загадкой. Где скажешь эти любомудрые бессловесные? Но разве не великая любомудрия, Когда пес, побуждаемый голодом, Схвативший добычу, Удерживается от попавшей ему пищи, И, ведя перед собой готовые иду, Томимый голодом дожидается господина? Устыдите и сами себя, Научите ваши чрева быть так же любомудрыми. Вам ныне нет никакого оправдания. Если ты можешь сообщить такое любомудрие животному, От природы не умеющему ни говорить, ни мыслить, То тем более мог бы сообщить себе. Это ведь дело от человеческого старания, Не природы. Иначе все псы были бы таковыми. Итак, будьте в данном случае подобным сам. Вы сами вынуждаете меня заимствовать пример отсюда. Следовало бы от предметов небесных. Но если я начну говорить о каком-нибудь из этих предметов, Вы говорите, что это слишком высоко. Потому я и не говорю уже о предметах небесных. Если приведу пример Павла, Вы говорите, что он был апостол. Потому я не говорю уже о Павле. Если приведу пример какого-либо другого человека, Вы говорите, что он мог делать это, Потому я и не указываю на человека, оно на животное, и животное, получившее такие свойства не от природы, чтобы вы не сказали, что оно делает это по природе, а не по доброй воле, и что еще удивительно не по собственной воле, а по твоему старанию. Оно не рассуждает, что устало, что утомилось от бега, что поймало добычу собственными своими трудами, но оставив все это в стороне, исполняет волю господина и становится выше чрева. Да, оно, скажешь, ожидает одобрения, надеется получить обильнейшую пищу. Скажи и ты самому себе, пес, надежде будущего довольство пренебрегает настоящим, а ты не хочешь надежде будущих благ пренебрегать настоящими. Но он, скажешь, знает, что если неблаговременно и против воли господина вкусит пищи, то лишится не только этой, но и обыкновенно назначаемой ему пищи, и даже вместо пищи получит побои. А ты и этого не можешь знать, и того, что он умеет делать по привычке, ты не исполняешь по разуму. Будем подражать хотя бы сам. Говорят, что делают также и ястребы, и орлы, что делают зайцами и сернами, то эти с птицами, а также по научению человеческому. Все это может обличить нас, все это может осудить нас. Скажу еще, взяв диких и свирепых коней, которые бьют ногами и кусаются, опытные люди в короткое время образовывают их так, что севший на них садник наслаждается их стройной походкой. А когда душа поступает беспорядочно, никто об этом не заботится. Она и скачет, и бьется, и бросается на землю, как дитя, и делает множество бесчинств, но никто не налагает на нее ни арканы, ни пуд, ни узды, и не сажает опытного всадника, то есть Христа. Таким образом все не извратилось. Если ты заставляешь псов владеть желудком, укращаешь ярость льва и свирепость коней, и научаешь говорить птиц, то не странно ли неразумным существам сообщать свойства разумных, а в разумные допускать неразумные страсти? Нет. Нет нам никакого оправдания. Нас обвиняют все делающие должное, и верные, и неверные. Ведь и неверные делают должное, и не только люди, но и звери и псы. Осудим себя и мы сами, которые делаем доброе, когда хотим, а когда бываем беспечны и увлекаемся на злое. Часто и многие из самих порочных людей, когда захотели, исправлялись. А причиной то, как я сказал, что мы всячески ищем пользы посторонней, а не нашей собственной. Построил ли ты великолепный дом, ты позаботился о благоустройстве дома, а не твоем собственном. Получил ли хорошую одежду, ты позаботился о теле, а не о самом себе. Если хорошую лошадь так же. Никто не заботится, чтобы душа была добра, тогда как по природе души нет никакой нужды в тех благах, а без нее нет никакой пользы от них. Когда невесты хотя бы ее брачный чертог был убран золотыми покровами, хотя бы окружали ее сонную благовиднейших и прекрасных женщин, розы и венцы, хотя бы и жених был прекрасен, и служанки, и подруги, и все были благовидны, нет от того никакой пользы, если она сама крайне безобразна. Если же она прекрасна, то и без всего этого нет для нее никакого вреда, она против пользы, потому что безобразная при этом будет казаться еще безобразнее, а прекрасная без этого будет еще прекраснее. Так точно и душа. Если она добра, не только в этом не нуждается, но даже помрачает этим свою красоту. Человек любомудрый, как мы увидим, блистает не столько в богатстве, сколько в бедности. В первом случае многие приписывают любомудре его богатству и тому, что он не имеет нужды в деньгах, если же он живет в бедности и между тем отличается всеми добродетелями и не допускает себя делать что-либо постыдное, тогда уже никто другой не разделяет с ним венца, который стяжал он любомудрием. Итак, будем украшать душу, если хотим быть богатыми. Что пользы, если лошади твои белые, тучные и красивые, а ты, сидящий на них и худ, и нечистый, и безобразен. Что пользы, если ковры твои мягкие и красивые, искусные, спеечерены различными цветами, а душа одета в рубище или совершенно обнажена и безобразна. Что пользы, если конь выступает плавно или походит более на пляшущего, нежели на идущего, и украшен как бы для брачного пира, а сидящий на нем хромает душою более хромых и расстроен в руках и ногах более пьяных и расслабленных. Скажи им, если бы кто дал тебе хорошего коня, а телу твое ему нанес бы вред, какая от того польза, а теперь у тебя повреждена душа, и ты нисколько не заботишься. Позаботимся же когда-нибудь, увещевая вас о самих себе, не будем считать самих себя молодцейнее всего. Когда кто оскорбляет нас словами, мы досадуем и огорчаемся, а сами, унижая себя делами, не исправляемся. Прозумимся же хотя поздно, чтобы, приложив премностное попечение душе своей и возлюбив добродетель, могли им исподобиться вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.